Всем привет, с вами снова Добр Макс и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Сибири. Ну что ж, я напоминаю, что в прошлой серии мы так и не смогли забрать ключик у девочки, потому что она делает это только в обмен на конфеты. Ну и что же, как оказалось, тут может быть есть какая-то особенная логика, но я ее не заметил. Я сначала предполагал, что вот цвета, которые изображены на конфетах, это некое олицетворение флагов, но простым перебором монет, которые только были возможны, я, в общем-то, выяснил, что если мы хотим получить, допустим, конфеты отсюда, то вот нам нужно 50 форентов. Так, или нет, секунду. Да, совершенно верно. Вот, а вот форенты уже понадобятся вот здесь. Они, кстати говоря, больше напоминают, конечно, итальянский флаг, а форенты это, по-моему, итальянская монета. Я могу, конечно, заблуждаться. Так. Странно. Я, честно говоря, думаю, что именно эти конфеты мне и нужны. Рыбные лизинцы. Так, давайте еще раз попробуем. Да, вот так. Сам же и запутался, друзья, прошу прощения. Ну и что же, сейчас самое время подкупить, скажем так, невинное дитя конфетами и взамен получить ключ. Отлично. Так, хорошо, и теперь тогда, какие же конфеты нам нужны? Фу, гадость, вонючинская рыба. Я хотела ледорубов, а не эти дурацкие рыбьи-сосалки. Кто вообще додумался делать конфеты из рыбы? Все понятно. Так, ну давайте предложим вот эти конфеты. Лови, а то улетит. Отлично. Ну что же, также напоминаю, что мы не можем тронуться пока с места, потому что нам не хватает угля. Уголь нам, разумеется, нужен не в качестве движущей силы, а в качестве обогрева, потому что чем дальше мы продвигаемся на восток, тем холоднее. Об этом нам сообщил наш Оскар. Замечательный автомат, одновременно совмещает который с собой должность водителя. Машиниста. Так, ну что же, несмотря на какие-то странные разговоры полковника Емельянова о том, что внизу живут плохие люди, нам в любом случае нужно воспользоваться их помощью для того, чтобы наполнить наш поезд углем. Ну что же, давайте спустимся вниз. Кейт Уолкер в беде. Ее надо разыскать. Найдите кого-нибудь, кого угодно. Главное, чтоб был не трус. Хорошо. Есть один сыщик, Ник Контен. Распутал несколько заковыристых дел, и очень удачно. Да, пожалуй, он как раз подойдет. Тогда вызывайте его ко мне, Джон. Сейчас же. Да, сэр. И какая муха укусила эту девчонку. Не вовремя они спохватились, конечно. Как бы не получилось так, что Контен и Кейт в результате объединятся в поисках Сибири. Хотя, может быть, стация и такое, что в последний момент этот новый детектив не успеет схватить Кейт. Так, нет-нет-нет, минуту. Странно, но почему-то, видимо, действительно настолько неприветливые здесь люди, что они даже не хотят с нами пообщаться. Странный механизм. Да, уж, странный. Такое ощущение, что сюда запускают животных, и они заводят каким-то образом некий генератор, который питает дозатор наверху. Так, ну ничего, давайте осмотримся. Ну, как тебе конфеты? Нормально. Малька, у тебя есть семья? Я уже большая, и сама о себе забочусь. Эй, все в порядке? Я просто спросила. Ну, на самом-то деле у меня есть семья. Это дядя Изи Цукерман, а мама у меня умерла. Так. Расскажи мне, Цукерман хорошо к тебе относится? Ага, он мой друг. Он давно тут живет. Когда мы с мамой сюда пришли, он нам помогал. Это было давным-давно. Да, я понимаю. Нет, не понимаешь. Ты, наверное, миллионерша, а в Америке у тебя куча друзей. Что ж ты тут делаешь? Понятия не имею. Я за много миль от дома. И плохо представляю, куда направляюсь. Кажется, я сошла с ума. Ну, Кейт, на свете много людей, которые не знают, куда направляются. И все они тоже сошли с ума. Нет, ну, вообще-то я еду в Сибирь. Как ты думаешь, это может быть целью? Если ты когда-нибудь соберешься возвращаться в Америку, возьми меня сам. Ребенок настаивает на своем. Ты не знаешь, кто бы мог мне помочь заставить работать этот агрегат? Нет, это очень старая машина. И от нее воняет. Кто-нибудь вообще знает, как работает эта машина? Цукерман. Он даже кнопки нажимать не умеет. Вот Бугровы, они, кажется, все знают. Только они не очень хорошие люди. Так, интересно. А что ты говорила насчет плохих людей? Бугровы, врунишки и воришки. Они злые и вонючие, особенно маленькие. И тот, который ходит, как пингвин. Нехорошо так говорить о людях, Малька. А вот большой вовсе не злой. Только глупый, как Юки. Как ты думаешь, Бугровы могут мне помочь? Наверное. По крайней мере, они такие же грязные. И от них пахнет так же, как от машины, которую ты хочешь починить. Ты знаешь что-нибудь о месте, которое называется Сибирь? Про нее в сказках есть. Она далеко-далеко, и вообще ее не бывает. А я слышала, что она существует. И там есть бескрайние поля голубой травы. И там живут мамонты. Какая глупость. Трава зеленая, а не голубая. А осенью желтая. Голубая трава. Как это глупо. Так или иначе, но я туда еду, Малька. Странная ты. Я пойду. Посмотрим, что дальше делать. Спасибо, Малька. Пожалуйста. Ну да, дети они такие, они говорят все напрямую. Но хотя с другой стороны, как правило, это делают невоспитанные, конечно, дети. Ну да ладно. Здесь вот какое-то заведение. Давайте попробуем зайти внутрь и пообщаться с кем-нибудь. И снова очи черные, да, друзья? Стаканов на столах много, но, меж тем, посетителей не так много, как стаканов. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, сударыня. Добро пожаловать в Сукерман. Здесь к вашим услугам всевозможные удовольствия и развлечения. Чем могу служить? Я только что приехала. Моя фамилия Уолкер, Кейт Уолкер. А у вас очаровательный городок. Что же, мисс Уолкер, позвольте мне пожелать вам приятного времяпрепровождения в нашем очаровательном городке. О, боюсь, я здесь недолго пробуду. Скоро мне надо будет уезжать. Ой, странный у вас тут город, господин Сукерман. А сюда мало кто заезжает. А если кто и появляется, то проездом. Купить, продать, посмотреть на старинок. С ними и не поговоришь-то толком. Тут ведь край земли, мисс Уолкер. Мисс Уолкер, дальше только снег. Но, тем не менее, Кейт это не смущает. Так же не смущает ни Ганса, ни Оскара. Они-то собираются как раз в путь. Господин Сукерман, скажите, много ли поездов проезжает мимо? Теперь уж нет. Конечно, раньше это была оживленная железная дорога. Но теперь она заброшена. Так что все сразу услышат, что вы приехали, мисс Уолкер. До встречи, господин Сукерман. Надеюсь, вы еще вернетесь посмотреть представление с моими лошадьми. Ну, почему бы нет? Так, интересно. Видимо, нам придется в результате починить это устройство, друзья, для того, чтобы заручиться поддержкой Сукермана. Ну, я так полагаю. Так, а из него больше и слова не вытянешь. Ну что ж, давайте вернемся на улицу и попробуем посмотреть найти бугробах, во-первых. Пока, собственно, ничего страшного мы здесь с вами не увидели. Ну, видимо, то ли еще будет. Здесь когда-то был цирк или нет. Имеется в виду, что в выступлении цирковых лошадей Сукермана. Не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Но вообще написано, что цирк. Вообще-то... Что я хотел сказать? А что? Теперь-то что такое? Слушай, ты заткнись ты! Вот послал Господь, а! Ну, чего еще? Добрый день, сэр. Только не это. Чем вам помочь, дамочка? Да они, похоже, еще слегка не в себе. Меня зовут Кейт Уолкер. Я только что приехала. Ты что, не русская, что ли? Игорек, ты глянь, какая челка! Ты откуда, лапуля? Отлично. Из Нью-Йорка. Нью-Йорк, да? Ну, ты подумай, а! И что, мадама, ты тут одна путешествуешь? Нет, нет. Я путешествую с двумя компаньонами по поезде. Ну, и нихрена себе! Да. Дозатор угля кажется сломан. О, знаешь, ты права. Он вообще часто ломается. Может, вы подскажете, как его запустить? Его заправить надо. Залей бензину в красный бак. Тот, что снизу. И все дела. Спасибо за совет. Да всегда, пожалуйста. Найти бензин. Интересно, где же его найти? Где бы мне найти горючее? Ну да. Там же, где дозатор угля. Да, недобрый у него смех. Я приехала на поезде, и... Ну так мы видали с братишкой. Ничего, машина в натуре. Наш такого не сделает. Ничего, машина. Ничего. Чух-чух-чух. Эм, да. Вообще-то он принадлежит одному моему другу. Миллиардер, небось, твой дружок-то этот, а? Рокфеллер, мать его. Чух-чух-чух. Да не очень. Он построил поезд, чтобы найти себе... Эм, то есть, исполнить свою мечту. Мечту, говоришь? Это ж какая должна быть мечта, если для нее нужен такой агрегат. Или это что-то личное? Чух-чух-чух. Мечта детства. Рассказывай. Похоже, вы мне помочь не хотите. У тебя, похоже, крыша на этой помощи съехала. Пока, давай. Давай, пока. Я никак не пойму. Они то ли оба не трезвые, особенно тот, кто сидит на столе, то ли они действительно не в себе. Понятна задача, что нужно найти бензин, только где же его найдешь? Отлично. Но, по всей видимости, нам с ним говорить не о чем. Да, вы знаете, похоже... Да, не жаркая погодка. Так и придется оказаться в этом замечательном месте, о котором я говорил в прошлой серии. Круто. Так, а сюда, видимо, тоже нужно положить монету, для того, чтобы... Не получается. Давайте попробуем. Да нет. Монетами здесь не отделаешься. Ну, хотя явно вот отверстие для монеты. Так, ладно. Я так думаю, что это мы выясним чуть позже. Наша задача сейчас найти бензин, но я так думаю, что бензин это только одна часть в цепочке. Монастырь. Жаль, что тут так далеко. Может, удастся заглянуть на обратном пути с Сибири? Так, то есть, Кейт, насколько я понимаю, категорически не хочет туда идти. Ну что ж, давайте возвращаться в город. Так вот, бензин, скорее всего, это одна из... Как это? Одна цепочка. Так. Нет, сюда тоже никак не подняться. Вот, одно звено в цепи, я хотел сказать. Вот, соответственно, которое дает нам понять о том, что, скорее всего, этот механизм сломан, и его еще придется чинить. То есть, не все так просто. Так, хорошо. Так, а может быть, попробовать к ним постучать еще раз? Ну, вряд ли, конечно, они отреагируют. Опять ты? Ага, Кейт возвращается. Так, отлично. Что-то еще и упало сверху. Так, ладно. Скорее всего, есть еще места в городе, в которых мы с вами не побывали. Но вообще, начинаешь постепенно соглашаться с полковником Емельяновым, что здесь живут не очень приветливые и не очень хорошие люди. Но почему я такой вывод сделал? Потому что Цокерман какой-то слишком уж слащавый. Вам так не показалось? Так, в том месте мы с вами были. Так, отлично. А вот и канистра. Не повезло, канистра пустая. Ну, понятно. Значит, поищем, где ее наполнить. Ну, кстати говоря, скорее всего... Так, давайте сейчас посмотрим. Генератор на бензине. Значит, будем искать топливо. Да, совершенно верно. Может быть, нужно просто наведаться к Бугровым как раз этой канистрой, и они смогут нам помочь? Не знаю, не знаю. Во всяком случае, можно задать этот вопрос либо Емельянову. Вы обратите внимание, что этот зверек постоянно здесь бегает. Привет, Малька. Как насчет поболтать? С тобой, да. Малька, ты не знаешь, у кого-нибудь здесь есть топливо? Неа. Понимаешь, мне нужно топливо, чтобы запустить устройство подачи угля. Чур, я не буду тебе помогать запускать эту машину. От нее воняет. Я пойду. Посмотрим, что дальше делать. Спасибо, Малька. Пожалуйста. Да, собственно, ей спасибо пока говорить не за что. Мне кажется, она ей не будет помогать просто по одной той самой простой причине, что она не хочет ее отпускать отсюда. Видимо, для Мальки в этом есть некая отдушина. для общения. Так, интересно, здесь мы были или нет? Можно, конечно, попробовать зайти к Цукерману и пообщаться с ним по поводу бензина. Давайте попробуем это сделать. Остальные персонажи, которые здесь сидят за столиками, не очень желают общаться. господин Цукерман? Чем могу быть вам полезен, мисс? Отлично. Господин Цукерман, те лошади на платформе кажутся мне удивительно знакомыми. А, раньше у меня была дрессированная обезьянка, но она умерла в конце осени. Климат, знаете ли, а без нее мое заведение потеряло былой шарм, увы. Но бизнес есть бизнес. Я откопал эти автоматы. В свое время они имели успех, я вам скажу. Давайте-ка поставим их обратно, говорю вам. Прекрасный механизм, великолепный. Правда, чтобы отрегулировать, нужно часа два, но оно того стоит. Так что заходите, посмотрите мою новую пьесу «Укротитель механических лошадок». Ваши заводные лошади, у них такой знакомый вид, как будто бы их сделал мой близкий друг. Может быть, ваш близкий друг это и мой близкий друг. Как его зовут? Ганс. Ганс Форальберг. Ганс Форальберг. Ну, ничего себе, я о нем уже столько лет не слышал. Как у него дела? Очень хорошо, мы вместе путешествуем. О, мисс Уолкер, вы не могли бы попросить Ганса прийти сюда порадовать старого трактирщика? Если бы он немножечко поковырялся в этих лошадках, я-то в автоматах ничего не смыслю. конечно, я передам ему вашу просьбу, но не могу обещать, что он придет. У нас очень мало времени, господин Цукерман, понимаете? Конечно, конечно, мисс Уолкер, но все равно передайте ему, вы меня очень обяжете. Все равно, какой-то он подозрительный, в любом случае. Вон в том монастыре кто-нибудь живет? Ох, старый игумен и несколько монахов должно быть. Но они редко высовывают нос за ограду. До встречи, господин Цукерман. Надеюсь, вы еще вернетесь посмотреть представление с моими лошадьми. Да, только их, насколько я понимаю, еще починить нужно. Так, ну что же, единственное, что можно сейчас предложить сделать, это подняться наверх. Во-первых, с Емельядовым поговорить по поводу бензина и побеседовать, наверное, еще с Гансом Форальбергом. Почему? Потому что он-то уж должен в любом случае подсказать, может быть, он знает Цукермана или еще что-то предостережет, допустим, Кейт от каких-то необдуманных поступков. Да, друзья, я все понял, кстати говоря. Ну, точнее, не все, а вот один момент. Нужно будет поймать зверяка, на которого я обратил внимание, для того, чтобы посадить его сюда, по всей видимости. Странный механизм. Да, но только как это сделать? Так, ну здесь точно с нами общаться никто не хочет, и туда дальше мы пройти тоже никак не можем. Ну что ж, ладно, давайте поднимемся наверх. Странно, что Кейт не захотел идти в монастырь. Рычаг по-прежнему не работает. С Оскаром, я так понимаю, говорить нам просто бесполезно. А вот полковник, может быть, что-то и подскажет. Полковник Емельянов. А-а-а, мисс Уолкер. Генератор пуст, ни капли горючего. Ни капли горючего? А? Это странно, потому что, насколько я знаю, никто дозатор угля не использует. К счастью, у меня есть канистра. Я могу где-нибудь ее наполнить. Вы должны дождаться ремонтную бригаду. Они время от времени заливают горючее в генератор. Да, я знаю, на следующей неделе. Или через неделю. Или когда рак на горе свистнет. А-а-а, снизу генератор, сверху до зад ругля. Когда только наступит научно-техническая революция? О-о-о, это не более странно, чем механизм локомотива, который приводится в движении с помощью угля, милочка. Ну что же, оставляю вас заниматься своими делами, полковник. Да не очень-то многое осталось сделать. Я обратил внимание, что когда мы говорим с полковником Емельяновым, то вот здесь, вот в этом, скажем так, окошке иллюминаторе, видно, что как будто бы за окном темно. А в том, который сейчас нам не видно, там, наоборот, очень яркая погода. Интересно. Ну вот это здесь хорошо видно, да, друзья? Так, ладно. Ну что же, можно подойти к Гансу и рассказать ему про Цукермана. Я не думаю, конечно, что Ганс решит отвлечься и захочет с ним пообщаться, но во всяком случае упоминание о лошадях, потому что Кейт подозревает, что именно Ганс их сделал. Может быть, это каким-то образом его. Так. Нет, спасибо. Погода не для душа. Это понятно. Я-то думал, что мы что-то из душа сможем использовать для того, чтобы починить лошадей. Как обычно, миллион предположений, друзья. Надо будет потом поближе осмотреть все эти шестерни и посмотреть, может быть, мы сможем что-то оттуда использовать. Ганс. Да, Кейт. Ганс, а почему вы так страстно мечтаете найти Сибирь? Не знаю, Кейт. Я так долго искал ее. Ну вот, уголь я нашла. Мы можем отправляться. Надо торопиться, Кейт. Увидимся позже, Ганс. Да, это немного странно. До встречи. Немного странно, что, во-первых, она не рассказала ему ни о Цукермане, ни о тех проблемах, которые перед нами стоят. Ну, точнее, стоят перед ней. Потому что уж такой талантливый человек, как Ганс Фаральберг, в любом случае, что-то смог бы подсказать для решения этой задачи. Ну, не знаю, не знаю. Это как минимум удивительно. Ну что ж, ладно, друзья, пожалуй, мы займемся этой загадкой уже только в следующей серии. Попробуем подойти к Оскару, еще пообщаться с ним. Вряд ли он что-то ценное нам скажет. Ну, или попробовать еще раз пройти в монастырь, или, допустим, пообщаться с бугровыми. Может быть, все-таки немного бензина они нам одолжат за какие-нибудь услуги или за что-нибудь то, что находится на поезде. Ну что ж, ладно, если вам нравится прохождение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии. С вами был Добрый Макс. Уйдем со следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok